В 2018 году в Айхальском ГОКе было зарегистрировано 74 рационализаторских предложений. Идеи направлены на экономию материально-технических ресурсов, снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда. 38 рационализаторских предложений уже зарегистрировано в 2019 году. Авторы идеи – работники разных цехов Айхальского ГОКа. Среди передовиков производства – рационализаторы ремонтного цеха «Карьера юбилейной» фабрики номер 8 и 14. Андрей Левашов, машинист буровой установки «Карьера юбилейной», вошел в число лучших рационализаторов «Алроса» в профессии 34 года. В 2018 году Андрей Левашов предложил 14 идей. Сегодня они успешно применяются на производстве. Так, одно из распредложений решило проблему разрыва масляных трубок на компрессорах. Они были заменены на гибкие рукава. Предложил Андрей Левашов и решение проблемы с замерзанием системы пылеподавления. Система пылеподавления, завод-изготовитель, она из кабины проходила, вернее со смесителя, она проходила в кабину через улицу. Там просто шланг шел. Но опять же в холодное время года его постоянно перемораживало, вообще-то в морозы постоянно прихватывало. Мы его исключили и пропустили через кабину. Через кабину в машинной. В общем, тут теперь он в тепле постоянно находится. И все, проблема, вопрос решен. Награду за звание лучший рационализатор «Алроса» вручили на итоговом форуме «Хозактив». Награду Андрей Левашов считает достижением всего экипажа. Каждый внес свою лепту в реализацию интересных идей. Уже более 10 лет наш герой руководит экипажем бурового станка. В подчинении у лучшего рационализатора «Алроса» 7 человек. В коллективе Андрея Левашова ценят и уважают. Большая часть идей Левашова направлена на улучшение работы бурового става. Модернизация обогрева кабину, устройство для намотки кабеля пульта управления хода на СБШ, фильтр для очистки воздуха, доработка кресла на СБШ. В 2019 году больше всего распредложений поступило от работников фабрики номер 8. Идеи направлены на повышение производительности труда, в том числе технические решения с подтвержденным экономическим эффектом в размере 7 миллионов рублей. Идеи Жукова направлены на улучшение работы насосов, изменение конструктива трубопровода для предотвращения размыва грунта по торцевым сбросам, предотвращение гидроудара на магистральных водоводах, контроль давления пульпа на магистральном пульповоде с выводом на нем и систему фабрики. Два РАЦ-предложения в 2018 году внедрили в производство и работники рудника Айхал. Сергей Чагадаев, Михаил Свиягин и Сергей Врадий разработали «Информер» выдачи средств индивидуальной защиты и программу мониторинга контроля сроков получения СИС. На разработку РАЦ-предложения ушло порядка двух с половиной месяцев. Оно разрабатывалось, тестировалось, устранялись замечания. Соответственно, внедрено оно было в феврале месяце и по сегодняшний день активно работает, работники пользуются. Соответственно, был получен необходимый экономический эффект от разработки этого предложения, так как оно является уникальным. Терминал мониторинга контроля сроков получения СИС расположен в холле рудника. Прикладывая пропуск к считывателю, работник получает актуальную информацию о необходимости получения средств индивидуальной защиты. Таким образом, рационализаторы упростили работу кладовщиков, ускорили процесс выдачи и замены СИС. Экономический эффект от внедрения данного предложения составил 860 тысяч. Предложили айхальские рационализаторы и другую идею, так называемый информер выдачи СИС. Программа предусматривает автоматическую рассылку отчетов начальникам участков и отделов со сроками получения средств индивидуальной защиты. Наши рационализаторы постоянно применяют свои знания, чтобы улучшить процесс производства, оптимизировать процесс производства. Ну и если перечислять конкретно людей, то в Раде, все Ягина и Чигадаев, они упрощают процесс этот. И как коллеги они очень хорошо помогают в работе, в производстве, упрощают нашу деятельность. В коллективе рационализаторов ценят и поддерживают. В результате они вносят новые идеи, что позволяет сократить финансовые траты и улучшить производительность труда. Сегодня в разработке у специалистов еще пара идей. Пока новые распредложения дорабатываются. За последние годы можно отметить трат предложений с большим экономическим эффектом от СРГТО. Использование светодиодных ламп-светильники. Эффект составил почти полтора миллиона рублей. Авторами данного предложения являются Резаев Владимир Юрьевич, Таран Антон Викторович, Новиков Александр Игоревич. А также Край Иван Петрович. Также стоит отметить предложение от СРГТО совместно с карьером Комсомольский. Технологии восстановления ковша ЭКГ-10 с использованием БУ с задней стенки. Эффект составил один миллион рублей. Авторами данного предложения являются Сурнин Владимир Александрович, Сапига Евгений Владимирович, Край Иван Петрович и Кочкин Александр Анатольевич. Среди рационализаторов Алроса и Дмитрий Людеженский работник Айхальского ГОКа. Молодой руководитель лауреат премии имени Льва Леонидовича Солдатова. За 2018 год Дмитрий Людеженский предложил семь идей. Рацпредложения сейчас применяются на производстве. Много что было сделано, много было разработано в плане узлов каких-то перегрузочных. Ну, как я уже рассказывал, сократились межремонтные периоды, сократились объемы по ремонтам. Причем в пять раз, где-то в десять раз тоже это было разработано мной, утверждалось специалистами. Новые идеи и разработки внедряет на производстве и Валентин Борзов, работник Айхальского электромонтажного участка. Идея направлена на повышение качества монтажных работ и на экономию времени. В профессии Валентин 9 лет. Одно из моих предложений – методика испытания электрооборудования токами повышенной частоты. Это в свое время сократило время испытаний электрооборудования. Ну, и как бы сейчас реализуется, применяется. За 2018 год молодые специалисты предложили более десяти рационализаторских идей. Многие разработки уже применяются на производстве и позволяют значительно экономить финансы предприятия. В числе рационализаторов Айхальского ГОКа и транспортники. Одно из последних раз в предложении работников автобазы технологического транспорта номер один направлено на применение изношенных шин для заграждений на территории карьеры юбилейни. Ежегодно в автобазе накапливается более 200 штук изношенных шин карьерных самосвалов. Отработавшие шины скапливаются на промплощадке карьеры юбилейни. При превышении лимита ежегодного хранения шин происходит пятикратное увеличение оплаты за хранение отходов четвертого класса опасности. Тем самым экономический эффект от внедрения данного рационализаторского предложения достигает 4 миллиона 306 тысяч рублей. Таким образом, рационализаторы не только снизили количество отходов четвертого класса опасности в местах их накопления, также повысили безопасность движения спецтехники, сэкономили финансы предприятия. При размещении крупногабаритных шин в два яруса обеспечивается высота барьера высотой порядка двух метров. Понедрение данного предложения позволяет повысить безопасность движения карьерной техники, так как черный цвет загородительных барьеров отчетливо виден в условиях недостаточной видимости. Рационализаторское предложение применяют в автобазе с 2017 года. За это время работники АТТ использовали для ограждения на площадке юбилейные более 700 крупногабаритных шин. Рационализаторы уверены, идея будет актуальна еще много лет и, возможно, будет применяться и в других комбинатах компании. Рационализаторы Рассказали об одном из способов временного хранения металлической стружки. Многие разработки уже применяются на производстве и позволяют значительно экономить финансы предприятия. Оценивали работы конкурсантов 10 членов жюри. Это специалисты отдела охраны труда, механики, обогатители и другие представители Айхальского ГОКа. Лучшими рационализаторами в этом году стали работники автобазотехнологического транспорта номер один. В числе призеров работники управления комбината, промо-наргоцеха, рудника Айхал, ремонтного цеха и карьера юбилейный. Остальные участники отмечены поощрительными премиями. Вопросы, которые они рассмотрели в своих рациональских предложениях, касаемо модернизации существующих узлов, механизмов, где есть недостатки, модернизации этих узлов. Но что обращает на себя внимание, большее распредложение сейчас уже поступает по вопросам экологии, охраны труда. Яркий пример тому, сегодня мы конкурс рассмотрели распредложение, на которое мы допустили 10 участников, 10 предложений, на котором уже практически половина вопросов, не связанных с модернизацией каких-либо узлов, а вопросы охраны труда, вопросы экологии, утилизации отходов. Авторы рационализаторских идей в цехах комбината – это и молодежь, и ветераны труда. Последние часто привлекают молодежь к новаторству, делятся своим опытом. В цехах комбината есть положение о рационализаторской деятельности, где прописаны права авторов и размеры вознаграждений. После проведения конкурсов на местном уровне авторы лучших идей направляются на конкурсы уровня Алроса.